Привет, привет, мои хорошие, мои дорогие, любимые! У нас уже вторник, 15 августа. Я сейчас только собираюсь, Яночка сейчас моет голову, жду ее, чтобы посушить феном. Пойдем с ней гулять, пойдем наслаждаться теплой, даже я бы сказала, жаркой погодой, которую нам, синоптики, мне обещали. Говорили, что вот в августе, в начале августа, там у нас было 30 градусов жары, и говорили, радуйтесь, это последние такие теплые дни. Ничего подобного, пару дней чуть было попрохладнее, и опять жара, духота, в общем, лето, лето остается еще с нами, что не может не радовать. Так, я, как уже сказала, собираюсь, на самом деле у нас почти 2 часа дня, я только сейчас снимаю видео, потому что первую половину дня занималась и рабочими вопросами, и что ты там, что ты мяукаешь, и домашними. Выгрузила вам видео, смонтировала, провела платежи, которые необходимы по работе, согласовала свежий привоз, который сегодня привезут. Далее сделала небольшой стори-тейл в аккаунте театра причесок, там смонтировала видео, все выгрузила, написала, что хотела, но еще в течение дня буду дополнять. И сама сходила, вот, приняла душ, вымыла голову, подкрасилась, так что теперь можно, можно пойти погулять. Вот наш Прометей ходит, мяукает, не отходит от меня, в общем, он сегодня на диете до вечера, потому что он наелся пандориного корма, а он все-таки, этот корм для взрослых уже котов, а не для котят. И видно, его желудок не принял, у него там вчера ему было не очень хорошо, поэтому сегодня он на воде у меня, ходит, мяукает, не понимает, почему у него пустая миска. Ну вот, сегодня я ему дам возможность чуть-чуть его животику отдохнуть, а ближе к вечеру заеду, куплю сухой корм для котят, потому что ему нравится, я смотрю, сухой корм очень. Ну и паштетики тоже нравится, но пока ему не даю. В общем, вот такое чудо, вы посмотрите, что он творит, что он творит, такое уже, такое уже электровеник, вот ты кто, о, и вот постоянно прыгает и падает. Слушай, ты так себе все отобьешь. Время Пандора, чтобы вы понимали, она себе соорудила гнездо из Янкиного одеяла, причем да, это не мы так сделали, это она так скомкала, сделала себе такую норку, пещерку, спряталась и лежит теперь, спит, и все, и никто не трогает ее. Но она иногда так достает голову и из этой норы высовывает, видите, как уши навострила, это вот так вот она контролирует, что делает Прометей, чтобы, если что, выпрыгнуть, пошипеть и обратно запрыгнуть в свою норку. Мы уже собираемся выходить, Пандора, как всегда, садится на кухню и провожает нас, всегда недовольным взглядом смотрит, когда я ухожу. Пришлось, слушайте, переставить эту хамедорею на окошко, потому что вот тот, вот, вот тот, да, вы поняли, о ком я говорю, в общем, он прыгает на эту хамедорею, пытается на ней повиснуть, в общем, делает все, что угодно, только, только не проходит мимо, так, как это делала Пандора, потому что Пандора у меня умная кошечка, Пандора у меня воспитанная, да, взрослая, хорошая кошечка, а этот еще дури мелкий. Так, а вообще, что вам надо знать про Олю Жваву? Если Оля Жвава подобрала себе какой-то комплект одежды, в который есть суперудобно, майка, штанишки там, бежевые, такие свободные брючки, все, в общем, несмотря на то, что у меня целый, ну, не целый, ну, там, подобранный шкаф одежды, да, и есть что еще носить, я все равно оделась вот маечкой и брючкой, потому что комфортно, стильно, все классно, и, да, уже в очках, потому что уже планирую выходить, никак не подождусь янку. Да, вы знаете, на улице погода явно не для города, ни в такую погоду работать не хочется, да, и по городу гулять тоже хочется, знаете, куда-то на природу, где лес шумит, озеро, травка зеленая, лечь, расстелить плед, и вот просто лежать и наслаждаться, невероятно, невероятно тепло, комфортно, классно. Слушайте, здесь сейчас будет очень шумно, но, в общем, мы с Яной вначале решили съездить вот в это кафе, вот, видите, гостиниц называется, про который мы говорили, что вкусная еда, домашняя, но при этом достаточно низкие цены. Мы решили пообедать здесь, и как раз сейчас время уже два, то есть должно быть здесь все, я надеюсь, немноголюдно, все уже прошли свои обеды, вам Яночка тут махала. Тут просто что-то делают, машина какая-то стоит очень громко. Вот, сюда мы идем, здесь так красиво, мне так нравится, пойдемте. Ну вот, я вам как говорила, что здесь, в принципе, здесь, ну, самообслуживание, да, вот выбираете, салатики, ну, мало всего осталось, но осталось. И, в общем, вот, на подносик сейчас все набираем, что хотим кушать, и идем туда в конце, там касса оплачиваем, и далее вот за столики садимся. Дальше показывать пока не буду, потому что есть люди, которые кушают тут. В общем, мы с Яной, смотрите, здесь такие диванчики, классно, сейчас садимся, в общем, взяли не так много, но и при этом, в любом случае, все равно я, как всегда, удивилась ценам. В общем, я взяла серосольник, салат, хлебушек, Янка холодник, говорит, у них очень вкусный. И за все мы отдали 5 рублей 19 копеек, ну, это, это даже 2 долларов нету, 1,5 доллара, вообще, ну, вкусненько, так что приятного нам аппетита. Очень хорошее место, очень уютное, так что рекомендую. Вот, смотрите, как здесь красивенько, чистенько, аккуратненько. Так, показываю вам остаточки цветов в холодильнике, букетики, вот, которые вчера я сделала, вот еще стоят красота. Такая вся яркая, жизнеутверждающая, цветочков, на самом деле, маловато, но благодаря зеркалам, кажется, что они есть. Это такой ход, который всегда работает замечательно. В общем, мы уже здесь побыли, посидели, с Мариночкой пообщались, кофе попили, сейчас с Яной идем гулять. Ну, скажи, да, кивни. Кивни хотя бы. Я буду проходить, а ты словить вот именно на, как бы, цветочки. И за цветочками, да. Хорошо? Скажешь, когда. Чтобы я попала в тебе в авокадо, то есть в спина. Все, снимаешь? Не надо, чтобы ты сделала, я просто буду стоять, а ты, как бы, смотри, начни с плитки, через ноги, на цветы, и потом вот, ну, как бы, лицо, и вот обходишь дальше со спины. Ну, вот, понимаешь? Вот прямо, как бы, как с пола, да, медленно. Закрыла модель. Сейчас буду идти к тебе на встречу, ты просто держи в одном. Сейчас к нам придут, цветы могли бы купить, а на эти цветы выносят. Шаплет сапает. Шаплет сапает. Опять ты со своей шаплет сапает. Так, и пофей. Все, чуть-чуть для видео рилс мы вроде бы сняли, что мне надо, с букетиками походило. Давно у меня не было видео рилс с букетиком. И сейчас мы едем дальше, сейчас мы едем в магазин. Сейчас мы купим что-нибудь покушать. А там Марина. А Марина просит ее не снимать. А там, ладно, обратно, иди фокус. Все, мы поехали. Все, приехали мы уже домой. Купила себе, слушайте, этот, кофе. А то я переживала, что у меня последнюю капсулу выпила. И вот, я же без кофе не могу по утрам. Нашла, якобы, первый раз буду пробовать. До этого я другие все время покупала. Ну, посмотрим, посмотрим. Взяла семерочку по крепости. Я на самом деле не люблю крепкие, я люблю так вот. Пять, шесть, семь. Самая лучшая для меня интенсивность. Как ест. Ест такими звуками. Он ест, тебя учит. Положили еды этого Прометея. Он ест и реально громко мяучит. Я ж испугалась. Ну, а мы с Янкой сейчас будем кушать себе пиццу и тоже мурлыкать от радости и удовольствия. Так, что тут смотришь? Эй, Прометей, что он кусок побольше? Ничего себе. Я такое первый раз слышу. Это, наверное, очень вкусно. Вы посмотрите на это чудо чудесное. Смотрите, как он спит. В общем, у нас этот диван, склад Янкиных игрушек и пледов. И то раньше всегда Пандора здесь спала. А теперь вы посмотрите. Среди игрушек спит Параметей. Ну, здравствуй, малыш. Лапку вытянул так. Он такие позы смешные во время сна принимает. Это просто вот его снимай без остановки. Разбудили. Спать хочет он. Смотри на лицо, стичь. Так, а где Пандора? Пандора сидит опять злится, что мы на нее не обращаем внимания. Посмотрите, какой взгляд у Пандоры. Из-под лобья смотрит все время. Пандора, мне кажется, ты очень много сегодня полежала на солнце. Ты какая-то красноватая стала. Мне кажется, ты обгорела на солнышке. У нас тут во второй половине дня очень сильно солнце светит через балкон. А Пандора любит лежать на этом солнышке. И она такая прям красноватая. Пандорочка, мне кажется, тебе нельзя лежать на солнышке. Тебе надо в тенечек прятаться. Вот она вот так, когда мы с малым, вот она вот так сидит. И из-под лобья за нами наблюдает. Ну, вот как этот взгляд можно выдержать? Вы скажите. Ну, вот как? Мою девочку. Так, слушайте, мои дорогие, уже у нас вечер. Мы скоро с Яной будем ложиться, потому что завтра хотим попытаться пройти педиатра. Насколько у нас получится, я не знаю. Но, видите, видео совершенно коротенькое такое получилось за сегодняшний день. Потому что мы погуляли, увидели, съездили в магазин, вернулись. А потом я сидела, выполняла задания по визуалу. Мне же надо было рилс снять. Я же вчера не сняла ничего. Поэтому сегодня вот мы их снимали, вы там кусочек видели. И я смонтировала три видео. И уже готова была какой-то из них выгрузить для задания. Потом открыла, ну, вот самое основное задание, которое считается как экзаменационным о прохождении модуля. И прочитала условия. Там надо было вообще все другое сделать. То есть по другую музыку, по примеру, который там дан был. Ну, в общем, в итоге я по-быстренькому смонтировала новое. Это уже четвертое. Его выгрузила, чтобы оно там и по музыке попало, вот, и там приблизительно по картинке, по смене кадров. Ну, и остальные три тогда, ну, чего добро пропадать, будут выгружать каждый день по одному в Инстаграм. И, может быть, даже в шорт сюда скину, потому что там я делала видео и накладку делала такой, знаете, музыки с классными, мотивирующими, вдохновляющими посланиями. Вот мне очень такое нравится. Я сама такое люблю смотреть. И вот мне тоже захотелось именно такие заснять. Так что ждите, покажу вам тоже. И вообще интересно будет посмотреть, в какой соцсети лучше эти видео у меня, ну, покажут и по просмотрам, по отклику. Вот я выгружу сюда, я выгружу в Инстаграм и буду смотреть, где больше откликов, где больше просмотров, где больше комментариев будет. Вот, так что следите, будет интересно такое соревнование мне устроить между двумя соцсетями, потому что я заметила совершенно разную аудиторию у меня, что здесь, что в Инстаграм вообще абсолютно. Вот, еще один сегодня такой произошел момент, очень неожиданный, очень клевый, очень показательный. Это вот по теме моего марафона, который будет 3 сентября. Я 100% то, что сегодня произошло, возможно, даже в первом уроке сообщу, расскажу и расскажу, как это получилось. Здесь я подробностями пока делиться не буду, но это было очень неожиданно. Хотя, с одной стороны, я прекрасно понимаю, что именно это я и ожидала, да, то есть, все равно вера у меня была, что будет именно так. Ну, в общем, да, 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 это просто... Для многих это покажется чудеса чудесными, но на самом деле это очень такая кропотливая работа была проделана для того, чтобы вот так вот просто случались некоторые события в жизни. Ну, все, на этом буду заканчивать тогда. Как я уже сказала, видео коротенькое, ну, надеюсь, вы не в обиде на меня, потому что с большего я все равно сегодняшний день вам показала. И завтра уже опять с вами увидимся. Я вас очень сильно люблю. С вами была Оля. Благодарю вас за лайки, за комментарии. Все. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok